Всем добрый день! Отвечаю на вопросы кандидата. Итак, вопрос про увольнение по соглашению сторон. Какая запись в трудовой более мягко воспринимается работодателем при уходе с работы по собственному или по соглашению сторон? Вы знаете, не все работодатели стараются узнать у вас о том, какая именно формулировка зафиксирована в трудовой книжке. Да, они задают вам вопрос, подскажите, пожалуйста, почему вы ушли с прошлого места работы? И здесь не надо говорить, я ушел по соглашению сторон. Лучше не поднимать эту тему. Большинству работодателей интересны причины, что послужило мотиватором, что вы решили поменять место работы. Все-таки, конечно, какие-то компании задают вопрос напрямую вам, но по моим наблюдениям, это не менее 5% работодателей, которые вас спрашивают. Слушайте, а вы ушли по собственному желанию или по соглашению сторон? И пугает ли их формулировка по соглашению? Большинство работодателей пугает, и я сейчас объясню почему. Но действительно есть работодатели, для которых это не критично. Почему же большинство работодателей так вот напуганы? Дело в том, что они используют эту формулировку зачастую, чтобы избавиться от неугодных сотрудников. То есть им вот кто-то не нравится из сотрудников, не нравится, как человек выполняет свои обязанности, вот он неэффективен. Они пытались с ним поговорить по-хорошему, он не захотел уйти по-хорошему, они пытались зафиксировать какие-то его нарушения, не получилось. И они говорят, все, слушай, давай, все, три оклада и уходи, больше не можем тебя видеть здесь, лишь бы ты ушел. И чтобы выплатить три оклада, и чтобы зафиксировать договоренности, используется вот эта формулировка соглашения сторон. Она, конечно, не всегда используется при негативном сценарии. Бывает, что работодатель хочет отблагодарить своего сотрудника, выплатить какую-то компенсацию. Бывает, что юристы советуют именно эту формулировку использовать работодателям. Ее намного сложнее им оспорить в суде. Поэтому вы должны понимать, что могут быть разные случаи, но вот у многих HR есть опыт, когда вот только негативный случай. Им кажется, что раз у вас формулировка соглашения сторон, то что-то было не так, был какой-то конфликт, и работодатель захотел из вас избавиться как от сложного, неприятного, неудобного, неэффективного сотрудника. Соответственно, когда он получает от вас информацию по соглашению сторон, он вроде как должен уточнить, а в чем было соглашение, в чем была причина, что именно эта формулировка была выбрана. Может быть, вам реально было все равно. Вам работодатель предложил, говорит, что, слушай, хочешь по соглашению, хочешь по собственному. Или он говорит, слушай, давай по соглашению, но мне, чтобы тебе вот этот бонус выплатить... Ой, а, да, вы сказали, что вы уходите, но работодатель говорит, мне, чтобы тебе бонус выплатить годовой, вот сейчас частичку бонуса за то, что ты отработал 11 месяцев, нужно применить формулировку по соглашению, тогда я тебе бонус могу выплатить. И ты это можешь объяснить работодателю, что, вы знаете, мне, моя прошлая компания предложила эту формулировку, мне было все равно, мне не критично, какая формулировка, собственно, или соглашение. Или вы можете объяснить, что у меня, я очень высокие результаты сделала для компании, и мне, чтобы получить годовой бонус, необходимо было поработать еще какое-то время, но я заранее компания предупредила, что я буду уходить. Они сказали, что да, они выплатят бонус мне, потому что они видят мой очень большой вклад, поэтому с помощью этой формулировки они смогли мне дополнительно выплатить мою бонусную часть, которую я заслужила своим трудом и своими результатами. То есть очень важно подготовить просто обосновывающий ответ, почему именно эта формулировка вам в трудовой вашей книжке. В случае, если работодатель сам поднял этот вопрос и уточняет вас информацию, вот так детально и подробно. Дорогие друзья, помним, что менее 5% работодателей, ну вот по моим личным наблюдениям, задают этот вопрос, но вы все равно должны быть подготовлены. Если вы идете на собеседование, разные сценарии должны быть обдуманы. Конечно же, есть HR, которые видели позитивный пример использования этой формулировки, есть HR, которые в этом не видят никакую вообще трагедию, и ничего дополнительного не будут вам задавать, но на всякий случай будьте готовы к различным дополнительным вопросам. С вами была Татьяна Минаева, Университет карьерного роста. Мы помогаем с поиском работы. Поэтому, дорогие друзья, если вам нужна помощь в создании резюме, в подготовке к собеседованию, пожалуйста, welcome, звоните, пишите. Ну и, конечно же, добавляйтесь в Instagram. У нас очень много интересных прямых эфиров, интересного контента. Вы узнаете, как живут HR, как они принимают решения относительно кандидатов, и сможете подготовиться успешно к поиску работы. Всего хорошего, счастливо!